Хотите купить новый автомобиль? Сделать ремонт в квартире или уехать отдыхать? Не откладывайте свои желания на потом. Воплощайте мечты вместе со Сбербанком. Банк снизил ставки по потребительским кредитам и сделал их доступнее. Теперь стоимость кредита зависит от его суммы. Чем она больше, тем ставка ниже. Особой популярностью пользуются кредиты от 300 тысяч рублей. Соответственно, в этом диапазоне ставка одна из самых привлекательных для клиентов. Если вы берете кредит на сумму от 1 миллиона рублей, то процентная ставка для вас будет фиксирована и составит 11,9% годовых. В целом, диапазон снижения процентных ставок от 1 до 8% пунктов. Банк выдает кредиты на сумму от 30 тысяч до 3 миллионов рублей. А для владельцев зарплатных карт Сбербанка есть отдельное предложение. Получить кредит можно уже с 18 лета. Максимальная сумма составит 5 миллионов рублей. Подать заявку можно тремя способами. Первое – это прийти в офис Сбербанка и обратиться к менеджеру по продажам. Второе – это обратиться к персональному менеджеру, который работает на вашем предприятии. Третье – это дома, сидя на диване, подать заявку через Сбербанк Онлайн. Последний способ становится все популярнее среди клиентов. Понятный интерфейс, минимум документов, быстрый результат. Треть всех заявок на кредиты подаются через Сбербанк Онлайн. Еще одно предложение банка – потребительский кредит на рефинансирование кредитов. Минимальная фиксированная ставка – 11,5% годовых. Вы будете одним платежом осуществлять погашение ваших кредитов. Объединить можно до 5 кредитов на общую сумму до 3 миллионов рублей. Срок в данном случае составит от 3 месяцев до 7 лет. Очень часто задают вопрос, а можно ли рефинансировать кредит Сбербанка. С мая месяца эта услуга стала доступна. Если вы имеете кредит в Сбербанке под более высокую процентную ставку и кредит в другом банке, то вы можете объединить это все в один кредит. Рефинансирование позволяет клиентам снизить ежемесячные платежи в среднем на 15%. Воспользуйтесь этим предложением и сэкономьте ваши деньги. Сбербанк – всегда рядом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова